Центр амбулаторно-онкологической помощи открылся на первом этаже поликлиники, где раньше работал травмпункт. Здесь все переделали для диагностики онкопатологий, а в конце января в палате дневного стационара провели первые сеансы химиотерапии. Отсюда только забирается и уходит все не вверх куда-то сразу, а вниз потом все это дело туда, фильтры там специальные есть и так же. Главный врач показывает принцип работы вытяжного шкафа. Поскольку препараты токсичные, они должны готовиться в специальных условиях, чтобы пары не уходили за пределы рабочей зоны. Сейчас медсестра делает раствор для пациентки с раком молочной железы. Процедура у нас достаточно востребована, потому что пациентов достаточно много. За прошлый год выявлено больше 50 человек только с раком молочной железы. По данной локализации мы сейчас начали проводить химиотерапию. И плюс других локализаций тоже достаточно много, но пока те схемы химиотерапии проводятся в условиях онкодиспансера. Сейчас пока мы начали данную схему, планируем расширяться и при других локализациях тоже проводить. Александр хотел бы получать лечение в Искитиме, но пока здесь терапию по его схеме не проводят. Ездит в Новосибирск. Сейчас все равно удобнее, говорит мужчина. Сегодня, например, ехать в город не пришлось. Здесь пока только снимаю помпу, потому что туда ехать из-за двух минут слишком долго, день теряешь. А здесь, вот у нас сейчас в онкоцентре сделали, они снимают помпу эти. У меня сейчас стоит уже порт, называется. Недавно мужчина сделал обследование на аппарате МРТ. Динамика положительная. Томографы также появились в Искитиме в рамках создания центра онкопомощи. Во-первых, это своевременная, ранняя, по крайней мере, диагностика онкологических заболеваний при их подозрении. Большого количества иных заболеваний. Наши не только онкологические поиски, но и больные стационарные. Это инсульты, это травма, это масса всяких патологий. И плюс амбулаторные больные нуждаются в этом исследовании для направления в какие-то другие учреждения. Больше всего плановых онкологических больных, которые идут от онколога, мы также принимаем больных с Ленева, с Берска. Так как у них еще не открылся ЦАОП и идет ремонт аппаратов, мы их тоже берем. Для быстрой постановки диагноза дополнительное оборудование установили для маммографических и гистологических исследований. Оснастили эндоскопические кабинеты. Если этого не было видно в обычной фиброволоконной оптике, то с этим, соответственно, возможность визуализации более детальной, она лучше. С сентября в больнице работает два онколога. Специалистов данной квалификации найти сложно. Для полноценной работы требуется еще два врача. Нагрузка высокая. По итогам прошлого года на учете онколога состояло почти 3000 человек.